Снежный накат и гололедица. На амурских дорогах вновь сложилась аварийная обстановка. Региональный Минтранс призывает водителей быть внимательными. По возможности их просят воздержаться от поездок. С ночи на дорогах усилено патрулирование. Специалисты отслеживают транспортные потоки и состояние дорожной сети. Службам, ответственным за организацию междугородних пассажирских перевозок, рекомендовано отменять рейсы в случае невозможности обеспечить их безопасность. В Благовещенске на чистку дорог от мокрого снега брошена практически вся специализированная техника ГСТК. Однако полностью справиться с последствиями снегопада ей пока не удается. Заметно повлиять на количество и тяжесть автопроисшествий на дорогах региона могут дополнительные камеры видеофиксации. С предложением увеличить объем федерального финансирования этого направления на прошедшем во Владивостоке заседании Совета ДФО выступил глава Преамурья Василий Орлов. Опыт применения комплекса фиксации нарушений показывает достаточно высокую их эффективность. Помимо этого губернатор области предложил внести корректировки в программу строительства арендного жилья. Оно должно быть качественным и максимально доступным для врачей и учителей. Преамурью требуется свыше полутысячи арендных квартир. 300 из них в Благовещенске. 12 ноября в Благовещенске вновь прогнозируют проблемы транспортным сообщением. В районе железнодорожного вокзала будет ограничено движение автомобилей. В частности с 8 утра до половины седьмого вечера закроют движение по улице 50-летия октября между Тополиной и Станционной. Эти ограничения вызваны не погодными условиями или ремонтными работами, а приездом в Благовещенск Деда Мороза. Его поезд со специальной развлекательной программой будет стоять на вокзале областного центра. Кстати, 4 ноября главного новогоднего волшебника страны встречали в столице Бама. Гостями сказочной деревни и передвижной резиденции Деда Мороза стали более тысячи юных тынденцев. Сертификат в частный детский сад на 10 тысяч рублей. Такой способ решения проблемы очередей в дошкольные учреждения для детей до трех лет применяется в Благовещенске. Сертификат действует до тех пор, пока ребенок не получит место в государственном учреждении. Тем временем в областном центре 4 частных детских сада до конца текущего года пополнят свои группы на 65 малышей. На эти цели заведения получили региональную субсидию в 8 миллионов рублей. Амурчан приглашают поучаствовать в голосовании за лучший видеоролик в поддержку акции «Покупай Амурская». Выбор можно сделать на сайте или в телеграм-канале Амур-Инфо. Напомнив, при Амуре акция по сдерживанию цен на социально значимые товары действует во всех муниципалитетах. В ней участвуют свыше 500 торговых организаций. Я выбираю Амурское. Я выбираю Амурское. Амурское. Ролики на конкурс предоставили 19 территорий Амурской области. По условиям конкурса отмечены будут 5 лучших работ. Голосование продлится до 17 ноября, пока лидирует ролик из Благовещенска. Об этом и многом другом мы расскажем в вечерних выпусках новостей. Первый смотрите в 18.00. Самую интересную и оперативную информацию вы также можете узнать в нашем телеграм-канале и на сайте АОТВ.